Всем привет! Давно не виделись. Мы на прошлой неделе выпустили версию поздно вечером в пятницу. В результате, вместо того, чтобы писать про эту версию в понедельник, мы уже делали версию, которую мы только что выпустили на стиме. Я вам сегодня расскажу и покажу о достаточно больших изменениях. Настроение работает в игре, особенности настроения работают в игре. Мы переделали алхимические свойства, больше чем половины предметов. Отказались от некоторых концепций, которые нам не очень нравятся, как они работают. Добавили анимацию применения загляданий. И сделали кольца, соответствующие памяти персонажам, на руках. Ну, возможно, вы это видели на прошлой неделе. Давайте запустим игру, я вам покажу, как работает настроение. Вообще, что такое вкусность. У нас теперь появились, наконец-таки, в игре вкусняшки. Настроение персонажа показывается вот здесь, в левом верхнем углу, иконкой. Настроение измеряется в цифрах. Вот здесь у нас максимум это будет 100, минимум минус 100, посередине, вот видите, 0. Персонаж в состоянии спокойствия. Каждый персонаж имеет негативную, особенно настроение позитивное. Когда она становится несчастливой, видите, вот она прогрессивно начинает промахиваться. А когда она становится счастливой, у нее концентрация дешевее. Давайте посмотрим на этого парня. У него усиливаются заклинания, когда он счастлив. И происходит несомнение желудка, когда он расстроен. С кем не бывает. В данном случае он уже имеет настроение текущее 23, что делает его удовлетворенным жизнью. И, как вы видите здесь, в списке временных эффектов, мы видим, что у заклинания, которое он применяет, один раз за события удваивается эффект. Что очень даже круто. Хотя в данном случае у него только заклинания действуют первого уровня. Если мы посмотрим, вот здесь, например, если он будет в эйфории, то вообще аж до максимального уровня можно такое применять. Что же у нашего друга здесь? У него несварение желудка в связи с тем, что он расстроен. Минус 2. Ой-ой-ой. Тошнотик. Да уж. Да уж. Хотя номинальное было 6, а стало 4. У каждого предмета появилась вкусность. Что такое вкусность? Это то, что случится с настроением персонажа, когда он его съест. Ну, например, берем радостник. Кушаем. Плюс 5 к настроению. Ура! И мы заодно исправили его настроение. И лишились вот этого дурацкого эффекта, что у него было минус 2 по желудку. Ну, и в обратную сторону тоже действует. Здесь есть у нас теперь некий аналог рундической водки. Извините. Называется Голубка Дерка. 15 аж настроения. Ну, казалось бы, пей не хочу, да? Но дает 4 усталости. Так что я что рекомендую? Если вы хотите пить такие вещи... Давайте ему спормим. Смотрите-ка, скоро уже станет прям радостным, да? То лучше всего их запивать освежающей настойкой, которая потом усталость не снимает. Чуть-чуть мне совсем осталось его догнать. Ну, что я ему еще могу сказать? Ну, давай тоже радостно тебе дам, мой друг. Ю-ху! И таким образом у него теперь аж до 2 уровня усиливаются заклинания. Настроение очень важно, потому что оно позволяет нам избавиться от таких вещей, которые нам не очень нравились, как там стресс и эйфория, и вообще от временных эффектов. Давайте немножко поговорим. Сейчас я с кем-нибудь ввяжусь в какую-нибудь драку. Мы поменяли эффекты еще у многих вещей. И помните, такой был эффект иммунитет. От тех жетонов, от других жетонов избавились мы от него. Потому что он был привязан к таймеру, нужно было следить, сколько дней еще я буду иммунен от этого, от другого. Нам это не понравилось. Следить за таймером не очень весело. Теперь у нас некоторые предметы применяются в процессе событий, имеют моментальные эффекты, выдают некий новый жетон. У нас теперь есть жетоны, которые прям вот сразу защищают вас от холода, от огня и от чего угодно. Как бы мне... Кто там у меня? А вот смотрите, кстати, новый выбор шестиугольника. Три огня плева. Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не хотел заходить на сундук. Ну ладно, давайте решим в сундук. Кто у нас в хорошее настроение? Он. Вот тут сразу видно, какие у него эффекты. Удваивается эффект. Ну давайте попробуем. Покажу вам, как удваивается эффект. Беру простое снятие чар. Ну, казалось бы, что там. Да? Один, да, должен быть? Жетон. А будет два. И смотрите, заодно сейчас увидите анимацию применения заклинания. О-о-о! Да! Звуки еще в процессе работы, кстати, стоят. Отлично, получили кучу всякого добра. Ну что, сейчас на нас на побы похожего. Привет, мои друзья. Ну что с ними сделать? Сейчас будем вспоминать. Так, слава богу, он строит длинные действия. Ничего страшного. Так. Ха-ха-ха! Огонь не прошел, потому что здесь мокрое. Второй огонь прошел. Окей. А этот тоже строит какую-то подлянку. Три раза снятие мчар, либо шесть холода, либо два урона. Ага. Вот мой друг имеет до второго уровня удвоение. Значит, я могу, например, ему до второго уровня дать... Что там у меня на втором уровне? Горение есть, снятие чар. О! Супер! Смотрите. Если я соберу им вот такое вот заклинание, то он выдаст каждому аж по два. Я их смогу достаточно быстро заковать. Тем временем хочу вам показать, что один из этих предметов сейчас защищает меня от огня. Давайте попробуем вот этот предмет применить. Ну-ка. Е-е-е! Видите, новый жетон называется защита от горения. И некоторые алхимические субстанции теперь прям имеют моментальный эффект. Они не дожидаются следующего ухода. Они прям сразу ба-бах и все. Ну, что мы в этом конкретном событии должны сделать? Я бы хотел еще один холод, опледенение. Тобой я, пожалуй, буду собирать еще одно такое заклинание. И тогда я их всех сразу и зачарую. Вот так вот. Хочу ли я при этом еще защиту какую-нибудь? Наверное, нет. Понеслась душево. О, yes, yes, yes. Смотрите. Вот сейчас у меня должен быть двойной эффект. По два жетона на каждом. Посмотрим. Е-е-е-е! Видите, по два. Супер! Работает! Молодец! Не зря я его засунул в такое настроение. От радости, видите, как хорошо работает. Ну, осталось мне только вот это вот собрать. И будет мне счастье. Буду ли я его сейчас собирать? Ну, пожалуй, нет. Подожду следующий... А, если я дождусь следующего раунда, они со мной что сделают-то? Уф-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну, тут мы узнаем, что они сделают, ладно. Ну, давай, признавайся, что будешь делать? Огонь? А-ха-ха-ха-ха! А у меня идет поглощение, вот, нажмите, защита от горения. Не на того напали. Правда, подозреваю, вот этот вот нахал сейчас тоже что-нибудь сделает. Как вы видите, пока все анимации идут такие достаточно плавно и печально, мы от этого планируем уйти в ближайшие пару недель. Есть у нас новая идея с логом, ну, по крайней мере, сейчас понятно, что происходит, да, видите, вот. Не проходит у него огонь, потому что мешает ему окружение. Оп! А мне помогать, собственно. Не зря я на них попал в таком фодостое. Так, друзья мои, мне осталось только один раз вас расколдовать и... Пес! Ура! Ну все, победа в наших руках уже, смотрите. И до свидания, милые создания. Папа! Мы планируем сделать свои собственные звуки для каждого заклинания. Вот сейчас вот как только эта анимация появилась, будем экспериментировать, как она вообще там смотрится. Ну, что я получил? Получил трех плевателей, да, там, закованных. О, гроза началась. Что, кстати, напоминает мне, что звук-то у нас нет пока еще от грозы. Вот! Значит, еще раз резюмирую. Настроение работает, особенности настроения работают. Их 11 разных штук. Все увидите. Появилась вкусность, которая на это влияет. Ушла эйфория, ушел стресс. Хотел я вам еще одну вещь показать. Да не знаю как. Ну, всякие мелкие изменения там только все. Ви выглядят. С алхимией на самом деле самый простой способ это просто попробовать поиграть и посмотреть, что и как. Давайте я вам на скидку расскажу. С амулетами ничего не поменялось. С черепом ничего не поменялось. С книгами элементов нет. С грязным камнем тоже нет. Что поменялось, это то, что слезы мертвеца теперь дают защиту от, по-моему, ослепления. Дай бог памяти еще скажем. Да, защиту от ослепления. Шесть жетонов, распределенных поровну между вашей группой. Командирская настойка защищает от холода. Темная услада от огня. И солдатская бельботина от страха. А вот визуально вот этот элемент, этот, 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 они поменяются. Мы их приведем к единому формату, потому что это новый класс субстанции. Такие защитные субстанции. Не поменялось. Гладкодерка. Ну, факт устала водкой. Освежающая настойка. Ну, такой приятный напиток, который легко поднимает настроение и снимает усталость. Бабочки в животе, как снимали, яд так и снимает. И вот эти вот все уникальные дальше предметы, те, которые увеличивают непосредственно параметры персонажа. Что касается бомб, бомбы теперь перестали иметь второй эффект. Нет у них никакого второго эффекта. Просто вот они применяются для того, чтобы либо вызвать эффекты окружения, либо просто как вот этот вот порабощенный плеватель сразу причинить определенные эффекты на сторону противника. Вот такие вот у нас пироги. На следующей неделе, не знаю, что мы будем делать. То ли рулбук нам нужно, правило, да, выделять в отдельную книгу, очень энциклопедию приводить в порядок. Перед этим хотим вот избавиться от этого медленного низкого темпа во время события. Мы получили жетон, он перевернулся, бом-бом-бом. Очень много всего происходит. И нам надо иметь возможность вам показать, что именно и почему оно произошло. Но неохота задерживать. И мы придумали такой хитрый способ, когда все происходит быстро, но появляется микролок над каждым из персонажей, в котором написано, что именно и почему. И есть некий общий большой лок, если у вас вопрос, почему вы туда идете и смотрите. Если оно сработает... Мы всю неделю строили модели, думали, как работает, не сработает. И вот если оно сработает, то это будет супер новость, потому что наши события станут в три раза быстрее. Это проверено. И не потеряют понятности. Но разработка игр такое дело, что пока некоторые вещи не вставишь, не сделаешь, не поиграешь. Нельзя сказать. На бумаге-то было классно. А потом как поехали-то к овраге. Ну вот посмотрим, как здесь будет. До фестиваля, где игра будет доступна всем в течение недели. Осталось меньше двух месяцев. Осталось шесть недель. А нам еще кампания делать, карту мира рисовать, вводная часть делать. Потому что если сейчас кто-то запустит первый раз... А-а-а! Меня убили! Что мне делать? Я понимаю этих людей. Конечно же мы не отрицаем. Еще нужно сделать начальные какие-то вещи. Но посмотрим. И мы переработали приготовление еды. Слава богу, что мы не сделали охоту со стрелами на змей. Но мы придумали кое-что другое. И оно вот, учитывая, что уже вкусность появилась, оно тоже добавляет со своей стороны. Будете там готовить еду, которая восстанавливает силы, которая очень вкусная, которая высокотоксичная или низкотоксичная. В общем, отдельный пласт тоже. Ну, тоже вот в ближайшие недели как-то придет. В общем, мы сейчас бежим до фестиваля. Стараемся сделать максимально много. Посмотрим. Удачных вам родных. Дайте нам знать, что вы думаете об этой версии. Дискорд, форум, стим форум. Где угодно. До встречи! Дискорд, форум, стим форум.